В Астане 12 часов в эфире новости. С вами Алмаз Ашим. Добрый день. В столице проходит международная специализированная выставка сельского хозяйства Агритек Фармтек Астана 2019. Три дня наши и зарубежные аграрии будут делиться друг с другом уникальными технологиями в садоводстве и животноводстве. Наш корреспондент Татьяна Ковалева с раннего утра в выставочном центре и готова с нами выйти на прямую связь снова. Татьяна, что нового к этому часу? Алмаз, здесь до такой степени много представлено различных технологий в разных сферах. Это и птицеводство, и растениеводство, витаминные корма последних моделей. Но я, как истинная женщина, выбираю глазами, поэтому я решила обратить внимание на красивую технику. Вот один из самых интересных павильонов, красочных, это, кажется, американский павильон Джон Дир. Давайте вместе с вами подойдем и узнаем, что же здесь такого интересного представлено и чем вы нас можете удивить. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я являюсь представителем ТО Евразии Групп Казахстан. Мы официальный дилер компании Джон Дир в Казахстане. Ну вот я вижу, очень красивая техника, чем же она технологична? Ну вообще, Джон Дир это мировой лидер по производству тракторов и комбайнов, опрыскивателей и различной прицепной техники для посева и почвообработки. Поэтому каждая машина, она уникальна по-своему. Это вот что такое? Ну это представлен фронтальный погрузчик. Техник компании GCP широко используется в животноводстве для выемки силоса, погрузочных, разгрузочных работ. Здесь представлен отрезной захват для силоса и виллы, незаменимые для работы в сельском хозяйстве. Дальше смотрю, еще у вас очень много техники. Это что за джип какой-то тоже в сельском хозяйстве используется? Эта машина называется Гейтер, она широко используется от переезда от поля к полю. Можно также использовать для агрономии, для различных проб, брать пробы почвы и так далее. Можно также использовать в туристических целях или на охоту. Наши клиенты очень используют именно в этих целях эти машины. Ну а вот самый большой трактор, да, я так понимаю, это что, трактор какой-то нового поколения? Расскажите про него более подробно. Это трактор европейского производства, 695 лошадиных сил. Он достаточно мощный, чтобы работать с различными агрегатами. У нас он работает в Казахстане на заготовке кормов, посеве, почвеобработке, также на посеве и обработке овощей, допустим, широко распространен. Трактор настолько надежный, что наши клиенты говорят, купил и забыл, проводи только ТО, и никаких с ним проблем не возникает. И еще уникальность этого трактора в том, что он поддерживает передовые технологии John Deere, цифровые, которые это и телематические системы, онлайн-слежение, документирование, различных агрономических процессов, также автоматические вождения, автоматические развороты, которые поднимают сельскохозяйство на новый уровень. Вот можете какой-нибудь пример привести, что вы прям делаете, интересно, в цифровых технологиях? Цифровые технологии у нас представлены на стенде. Допустим, это система GD-Link, система удаленного мониторинга, через которую мы можем видеть, ваша машина работает за 30 километров, вы сидите в офисе и получаете оперативные данные о том, где работают машины, какие технические параметры у машин, что-то, возможно, сломалось, иметь предупреждение о поломках или ТО. То есть это позволяет вам планировать свой бюджет, отсутствие различных поломок. Мы можем онлайн-диагностику проводить этой машиной, не выезжая к ней. То есть это экономия времени и денег наших фермеров. Спасибо, Екатерина. Я думаю, у вас еще много всего интересного, но время эфира у нас ограничено. И вообще мне бы хотелось добавить, что в этом году здесь на выставке представлено очень много американских компаний. Это неспроста, потому что Казахстан и США связывают много проектов в сфере сельского хозяйства. И вот рядом со мной сейчас пресс-атташе посольства США Шон Бота. Добрый день. Расскажите, прям конкретный пример приведите, что нас ждет в следующем году, который, то есть уже начался в плане сотрудничества Казахстана и США. Здравствуйте. Очень рад, что здесь быть. Давайте я просто скажу, что, first of all, the potential for growth in the agribusiness sector in Казахстан is enormous. И американские компании have the technological know-how as well as the quality products to help develop that industry. As a specific example, right now there is a boat full of American cattle on its way to Казахстан. And I'll ask my colleague to quickly translate по-русски. Скажите, для наших зрителей. Здравствуйте. У сельскохозяйственного сектора Казахстана огромный потенциал для развития, а у США есть технологический know-how, который они могут предложить Казахстану для помощи в развитии этой индустрии. И как конкретный пример, прямо сейчас из США в Казахстан направляется целый корабль полный американского скота, американских коров. И это лишь один из результатов нашего сотрудничества. А с этими коровами, какая их главная задача в Казахстане? Чтобы привнести в Казахстан самый лучший генетический материал для мясных и молочных пород коров. Спасибо огромное. Более подробно позже побеседуем. Ну, у меня к этому часу вся информация. Я пойду, только сейчас начинается открытие официальное. Пойду, узнаю, что же там скажут интересного. И в следующем выпуске новостей расскажу какие-то новые доработки, новую информацию. Алмаз. Спасибо. Прямое включение позволило нам побывать на небольшой части этой выставки. Татьяна Ковалева работает на международной выставке сельского хозяйства, которая эти три дня будет проходить в Астане. Будем ждать новой связи. Продолжим выпуск. В Казахстане наблюдается дефицит промышленных теплиц. И как раз поэтому львиная доля плода овощной продукции заводится из-за рубежа. И при этом по причине расходов на транспортировку и большое количество посредников цена на отечественные продукты выше, чем на импортные. Экономист Арман Байганов считает, что ситуацию можно исправить, построив новые теплицы ближе к городу. Помогать в части логистики. То есть, чтобы меньше было посредников от этой фермы до прилавок. Тем самым у нас стоимость намного снизится. У нас в Казахстане нету именно промышленной теплицы. Сами мы не производим. Покупаем эти теплицы. Соответственно, они, во-первых, транспортные. Пока к нам придет, есть еще курсовые валютные риски. И, соответственно, сюда дороже обойдется где-то полтора-два раза именно эти теплицы. В завышенных ценах на овощи виноваты скупщики, считают фермеры Туркестанской области. По их словам, они вкладывают огромные ресурсы в выращивание овощей. Но, как правило, выгоду из этого извлекают только посредники, которые скупают урожай по минимальной цене, а затем в три раза дороже перепродают на рынках. К примеру, площадь тепличного комплекса в этом крестьянском хозяйстве в селе Шага – один гектар. И в год там собирают порядка 200 тонн помидоров. И когда происходит сбор урожая, там выстраивается очередь из грузовых машин. Скупщики скупают, как говорится, все и сразу. Помидоры мы продаем по 400-500 тенге за килограмм. Дороже никто не покупает. Наша прибыль с продаж очень маленькая. В основном в выгоде остаются только посредники. Они пригоняют грузовики и скупают урожай на месте. Если бы рынки работали с нами напрямую, цены на овощи были бы намного ниже. Почти на 8,5 миллиарда тенге было профинансировано строительство новых теплиц в стране в прошлом году. В текущем сумму планируют увеличить. И все это делается, чтобы круглый год обеспечивать казахстанцев более дешевыми овощами. Пока же их стоимость приходится жестче контролировать. Результаты уже есть. Например, огурцы и помидоры в некоторых торговых центрах, в торговых точках столицы стали дешевле. Подробнее об этом Индира Тегжанова. На этом столичном рынке цены нас порадовали. Огурцы 700 тенге, помидоры ташкентские, да, девушка? Помидоры 700 тенге. Замечательно. Яблоки мы здесь сегодня нашли за 250 тенге. Казалось бы, прекрасные цены, но одна-то и здесь, по словам покупателей, есть определенный подвох. Замечательно, что вы приехали. Почему-то апельсины, изредка покупаем мандарины по 220-230. Неплохие. Огурцы и помидоры как часто берете? Я их практически не беру. Они очень дорогие. Виноград тоже за тысячу зашкаливает. Покупателям в этот день повезло. Пока наша съемочная группа работала, им удалось закупиться подешевле и впрок. Люди говорят, что так обычно бывает и во время рейдов. А вот продавцы свою позицию объясняют тем, что снижать цены значит и работать в убыток. В декабре мы эти помидоры закупали по 400-600 тенге. Сейчас закупочная цена гораздо выше. Если я покупаю за 800 тенге, то цену должен ставить 900-1000. Плюс еще налоги, транспортные расходы. Получается, что нам такой бизнес вести невыгодно. Если мелкие предприниматели штрафов боятся как огня, то магазины того же Левобережья о проверках антимонопольного комитета, видимо, не слышали. Судя по их ценникам, контролировать каждую торговую точку на самом деле очень сложно. Об этом говорят представители Стабфонда. Огурцы и помидоры, по сути, они не входят в перечень социально значимой продукции. Соответственно, мы и в теории даже не можем их закупить. Но, тем не менее, конечно же, по этой группе мы также прорабатываем. Сдерживать цены мы должны через рыночную механизацию. Речь идет о том, чтобы профинансировать, предоставить, вернее, беспроцентные кредитные средства для таких вот торговых сетей. В свою очередь, они пользуются этими беспроцентными средствами на определенное время. И, со своей стороны, они сдерживают цены. Господдержка необходима не только торговым компаниям, но и тепличным комплексам. Всего по Казахстану они занимают свыше тысячи гектаров. Большая часть расположена на юге страны, в Туркестанской области. Вблизи Астаны тоже есть крупные теплицы. Две из них действуют в Карагандинской области. Урожай там снимают 2-3 раза в год. В настоящий момент отпускная стоимость огурцов состоит порядка 620 тенге за килограмм. В город Астану у нас реализуется около 15-20 тонн огурцов и в районе 15 тонн томатов. Цена на помидоры пока неизвестна, так как эта реализация начнется в конце марта. Парниковые овощи всегда дороже сезонных, поскольку цена зависит еще и от затрат на обогрев, освещение. В импортируемой продукции себестоимости того выше. Тем не менее, без привозных овощей казахстанцам пока не обойтись. Потребности нашего рынка действующие теплицы полностью не перекрывают. Потребность населения республики в тепличных огурцах и помидорах составляет 267 тысяч тонн. При этом мы на сегодняшний день покрываем данную потребность на 64%. То есть, некоторую часть продукции мы импортируем. Одними штрафами снизить стоимость овощей надолго невозможно. Об этом можно судить по тем же волшебным образом меняющимся ценникам на рынках. Тем не менее, хотя бы в канун предстоящего праздника столичные жители смогут немного сэкономить на тех же огурцах и помидорах. В тепличных комплексах Алматинской области отпускная цена огурцов и помидоров в эти дни составляет 400-450 тенге за килограмм. Об этом сообщают сами сельхозпроизводители. А завышенные цены в Астане, скорее всего, дело рук посредников, считают они. Кроме того, сильное влияние на рыночные цены оказывает импортные овощи, которых в это время года на отечественных прилавках очень много. К примеру, если в 2018 году за весь год в Алматинской области было произведено всего лишь более 30 тысяч тонн огурцов и помидоров, то на один только крупный оптовый рынок в Алматы ежедневно из-за рубежа привозят примерно 5 тысяч тонн овощей. Всего в Алматинской области имеется 94 действующих тепличных хозяйства. Их общая площадь примерно 90 гектаров. В этом году ее планируют расширить за счет ввода новых тепличных комплексов. В минувшем же году в эксплуатацию сдали 6 теплиц. Их суммарная площадь почти 12 гектаров. Нам ближе к Алматы, Алтонарда. Там цены какие, такие у нас же оптовые мы никогда больше не можем поднять. У нас на сегодняшний день, вот сегодня у нас 12 марта, цена в среднем 400 тенге отпускная. В Астане говорят 1200-1500. Это магазины, это посредники. Они и дальше продают. Они сами надбаку делают свою. Я не знаю, откуда эти надбакки берутся, как берутся. Но я считаю, что это ненормально. На севере Казахстана овощи подорожали на целых 15%. Продукция на прилавке региона доставляется из Туркестанской области, Узбекистана и Китая. Стоимость огурцов колеблется от 850 до 1000 тенге за килограмм. Томатов от 800 до 900 тенге. Повышение цен на импорт специалисты объясняют затратами на транспортировку. Контролировать ценообразование местные власти не могут, поскольку эти овощи не входят в перечень продуктов первой необходимости. Доставка, транспортировка, ГСМ. В связи с этим цены сейчас у нас такие. В зимний, весенний период в теплицах не выращиваются. Ближе к лету, когда наши местные товаропродавители уже будут сами выращивать в теплицах, тогда цена на рынке уже снизится. По 700, где-то по 600 были, а в этом году вообще все дорого. Тем более для нас, для пенсионеров это очень дорого. Килограммами я не могу, я вот беру два огурчика, там две помидорки, все на недельку растягиваю понемножку. В Щучинске стартовали третьи зимние молодежные игры. Состязания на территории республиканской лыжной базы продлятся почти до 22 марта. Сейчас с нами на прямой связи из Бурабайского района наш корреспондент Мадина Смогулова. Мадин, скажите, спортсмены какого возраста участвуют в данных соревнованиях? Добрый день, студия. Здравствуйте, Алмаз. В международных молодежных играх в Бурабае участвуют спортсмены 1997-2004 годов рождения. Большая их часть биатлонисты, хотя представлено здесь порядка 17 зимних видов спорта. Сегодня начало первой официальной тренировки. Впереди у спортсменов спринт, индивидуальная гонка, эстафета, отдельно мужская, отдельно женская гонки. Но ребята говорят, что тренироваться в Бурабае, сама тренировка в жемчужине Казахстана придает им особые силы, особый бойцовский дух, настрой. И они готовы продемонстрировать все свои таланты спортивные. И у них есть на это еще 10 дней, чтобы продемонстрировать ловкость, меткость и, конечно же, выносливость. Мы приехали с чемпионата Европы, который проходил в городе Шушен, Норвегия. Участвовали там в соревнованиях. Вот приехали домой. Сейчас будем участвовать здесь, чтобы повысить свои качества спортивные, показать хорошие результаты. Зимние молодежные игры проходят раз в три года. Эти игры, которые сейчас проходят, получается, по счету они третьи. Республиканский центр олимпийской подготовки в рамках молодежных игр проводит непосредственно соревнования по биатлону. Сегодня официальная тренировка будет определяться победителям в данном виде дисциплины. И в целом по итогам игр определятся победители, то есть представители регионов. Напомню, республиканская лыжная база с трамплином была сдана буквально в прошлом году. На его фоне я сейчас как раз-таки работаю. И на этой территории, на этой базе уже несколько раз проходили крупные, значимые, зрелищные спортивные мероприятия. И в этот раз я надеюсь, что спортсменам еще раз улыбнется удача. Пожелаем им успехов. Алмаз. Спасибо. Из Щучинска на прямой связи с нами Мадин Смогулова. 46-метровая смотровая площадка откроется в Нью-Йорке в эту пятницу. Стальная конструкция имеет 16 этажей. Это 154 лестничных пролета. Ее стоимость примерно 200 миллионов долларов. Расположена она в западном районе главной финансовой улицы Уолл-стрит, где находятся гостиницы, школы, торговые центры, небоскребы. По словам архитекторов, среди всех общественных объектов это сооружение станет главной достопримечательностью города. Я напомню, все наши новости вы можете найти на сайте 24.kz. Ищите нас также в социальных сетях. К данному часу это были все новости. Оставайтесь с нами. До скорого.